Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Сегодня у нас снова разговор пойдет об эпохе Ельцина, о 90-х годах в истории нашей с вами страны. На прошлой лекции мы с вами поговорили о том, как страна развивалась в социально-экономическом отношении, какие результаты, какие последствия дала политика шоковой терапии, быстрого, стремительного и безжалостного перехода к капитализму. Сегодня поговорим о том, что происходило во внутренней политике страны. И наша сегодняшняя лекция тоже будет разделена на две части, потому что в одну лекцию мы с вами никак не уложимся. Поэтому сегодня у нас с вами тема «Внутренняя политика России» в 1992-1999, часть первая. Когда развалился Советский Союз, когда на его останках возникла новая демократическая Россия, в этой самой новой демократической России сложилась достаточно любопытная ситуация, которую где-то можно сравнить с тем, что произошло после февральской буржуазной революции в 1917 году. И тогда, в феврале 1917 и теперь, в 1992 году, в России сложилась система двоевластия. И вот это двоевластие, в 1992 году двоевластие, оно выражалось в том, что параллельно существовали как бы две ветви власти. С одной стороны, в наследство от Советского Союза остались советские органы, в первую очередь представленные съездом народных депутатов Российской теперь Федерации и Верховным Советом Российской Федерации. С другой стороны, большую роль в развале Советского Союза сыграли органы президентские. Учрежденный пост президента Российской Федерации в 1991 году занял Борис Николаевич Ельцин. И теперь, естественно, после того, как Советский Союз развалился и Россия стала независимой ни от кого страной, Борис Николаевич желал не только сохранить, но и упрочить собственную президентскую власть. За каждым из этих направлений властных органов, за парламентом и за президентом, стояла достаточно плотная собственная группировка тех, кто считал, что именно эти органы власти смогут в наибольшей степени реализовать их интересы. Лидером Верховного Совета России после того, как Ельцин ушел на повышение, на президентский пост, стал Руслан Имранович Хасбулатов. Вместе с Ельциным Хасбулатов активно противодействовал ГКЧП и в августовские дни 1991 года Ельцин и Хасбулатов были лучшими друзьями, но уже к концу 1991 года вырисовывается определенное противостояние. На стороне Верховного Совета, на стороне Хасбулатова выступает вице-президент Российской Федерации Александр Владимирович Руцкой. В свое время Ельцин подтянул Руцкого себе в качестве вице-президента, чтобы безусловно выиграть первые президентские выборы в 1991 году, но дальше пути президента и вице-президента разошлись. На стороне Верховного Совета выступали те депутаты съезда и Верховного Совета, которые разделяли, продолжали разделять социалистические идеи, депутаты-социалисты. Кроме того, у нас в России в этот период набирает силу националистическое движение. Еще в эпоху перестройки громко о себе заявило такое абсолютно антисемитское и националистическое объединение, как общество память. И потом из числа тех, кто состоял в этом обществе памяти, сформировалось несколько националистических организаций. И среди депутатов Верховного Совета Российской Федерации националистов было тоже немало. И вот эти вот депутаты-националисты, глядя на то, какие реформы проводит команда Ельцина, которую, естественно, обвиняли в том, что она сплошь состоит из евреев и сионистов, тоже выступили на стороне Верховного Совета. На стороне президента Российской Федерации в данном противостоянии выступало правительство, которое было сплошь составлено из ставленников Ельцина. Сначала это было правительство Гайдара, а затем, когда съезд вынудил Гайдара отправиться в отставку, это было правительство Черномырдина. И Гайдар, и Черномырдин оба полностью стояли на стороне президента. Кроме того, Ельцину удалось на свою сторону привлечь и руководителей, так сказать, армии, и Министерства внутренних дел, милиции. Министром обороны, то есть главнокомандующим, по сути дела, российской армии в тот период, был Павел Сергеевич Грачев, в историю вошедший с характерным прозвищем Паша Мерседес. И Павел Сергеевич Грачев Ельцина поддерживал целиком и полностью. Точно так же на стороне Ельцина целиком и полностью был и министр внутренних дел Виктор Федорович Ерин. И вот эти два человека, Грачев и Ерин, сыграют очень большую роль в тех политических событиях, которые у нас получат название Черный Октябрь. Кроме того, на стороне Ельцина были и депутаты либеральной направленности, которых среди деятелей съезда народных депутатов и Верховного Совета было тоже немало. Вот это вот противостояние двух ветвей власти, неопределенность, кто же на самом деле возглавляет страну, привели к конституционному кризису 1992-1993 года. Столкнулись две идеи. Столкнулась идея парламентаризма, представленная советскими органами власти. Не надо думать, что Верховный Совет Российской Федерации в противостоянии с президентом выступал за возвращение социализма, за восстановление СССР. Нет. Большинство депутатов Верховного Совета и съезда народных депутатов считали, что демократическая Россия должна быть буржуазной парламентской республикой, где основная власть принадлежит парламенту, а президент выполняет, если не декоративные, то, по крайней мере, не очень значимые функции. Естественно, Борис Николаевич Ельцин, человек крайне честолюбивый, делиться властью с каким-то там парламентом не желал совершенно, поэтому среди тех, кто группировался вокруг Ельцина, были популярны идеи республики президентской по образцу Соединенных Штатов Америки, где есть в качестве, так сказать, гаранта либерально-демократического развития России сильная президентская власть. Вот этот конституционный кризис имел целый ряд причин, которые наложились одна на другую и породили страшные трагические события с сентября-октября 1993 года, о которых мы позже поговорим очень и очень подробно. Надо сказать, что к началу уже 1993 года, после первого года шоковой терапии, стало понятно, что экономика России в жесточайшем кризисе, что население России обнищало и обездолено, и что те экономические реформы, которые проводит команда Ельцина, эти реформы большинство населения страны загоняют, ну фактически, в гроб. И очень многие среди депутатов Верховного Совета, конечно же, были настроены против вот этих вот реформ. Более того, массовое недовольство реформами было видно и среди населения страны на тот момент. Второй причиной здесь можно назвать то, что после того, как развалился Советский Союз, по большому счету-то нового законодательства не возникло. Возник такой своеобразный правовой вакуум. В первые годы существования демократической России в качестве основного закона страны использовалась Конституция РСФСР аж 1978 года, в которой, как вы понимаете, было немало связанного с социалистическими идеями. Ее, конечно, за время перестройки усовершенствовали, внесли туда целый ряд поправок, но тем не менее она все равно оставалась Советской Конституцией. И наших либералов это, конечно, безусловно не устраивало. А вот тех законов, которые бы регулировали деятельность президентской команды, их в достаточной мере не было. И тут возникала коллизия. А что имеет большую юридическую силу? Указ президента или, предположим, решение постановления съезда народных депутатов? По Конституции 1978 года было понятно, что постановление съезда народных депутатов. Но команду президента это, повторюсь, не устраивало. Ну и немалую роль в столкновении, которые произошли в 1992-1993 годах, сыграли личные амбиции руководителей Верховного Совета и президента Ельцина. В данном случае и Руслан Имранович Хасбулатов, председатель Верховного Совета Российской Федерации, и Борис Николаевич Ельцин, президент Российской Федерации, были мужчинами честолюбивыми, стремились, я бы сказал, к авторитарному управлению, фактически к концентрированию всех полномочий в своих руках. И вот эти вот два медведя в одной берлоге ужиться никак не могли. Они должны были подраться и они подерутся. Причем драка вот этих двух медведей закончится большой кровью для многих жителей страны. Поэтому столкновение Верховного Совета РФ и президента было в общем-то неизбежным. И начинается оно в конце 1992 года, когда собирается 7-й съезд народных депутатов Российской Федерации. Годом ранее на таком же съезде народных депутатов президенту Ельцину для проведения экономической реформы были даны очень существенные дополнительные полномочия. Съезд выдал полномочия президенту. Президент возглавил правительство. Год экономических реформ показал, что это была ошибка. И на 7-м съезде в декабре 1992 года звучат яростные критические выпады в адрес правительства Гайдара Ельцина. Более того, съезд отказывается. Вот эти вот дополнительные полномочия, которым, прямо скажем, Борис Николаевич уже привык продлевать далее. Президенты лишают этих самых дополнительных полномочий. Более того, принимается ряд поправок на съезде народных депутатов в Конституцию Российской Федерации, которые полномочия президента ограничивают весьма и весьма существенно. Конечно, Ельцин был против. Конечно, он на этом съезде выступил с яростным обличением депутатов, которые не дают России развиваться демократическим путем. Но, тем не менее, съезд отказывается утвердить Егора Тимурыча Гайдара председателем правительства. И возникает ситуация, когда вопрос об председателе правительства решается долго и трудно. В конце концов, им станет Виктор Степанович Черномырдин, но Ельцин будет категорически недоволен. В данном случае удалось разрешить ситуацию компромиссным путем. И, чтобы разрешить вот эти противоречия, съезд соглашается отложить поправки, ограничивающие полномочия президента в долгий ящик. А на 12 марта 1993 года назначается референдум. Референдум по основным положениям новой конституции. Все замерли в ожидании. Чем же этот референдум закончится? За кого проголосует большинство населения страны? За президентский курс Ельцина или за гораздо более умеренный курс Верховного Совета? Надо сказать, что Ельцин, в общем-то, всерьез опасался за исход этого референдума. Поэтому здесь у нас референдум 12 марта по большому счету не состоялся. Его откладывали 20 марта 1993 года. Ельцин переходит в атаку и выступает с телевизионным обращением к народу России. В котором заявляет о том, что приостанавливает действия Конституции Российской Федерации и вводит особый президентский порядок управления страной. Депутаты, естественно, встали на дыбы, тем более, что вот это заявление Ельцина буквально полностью противоречило действовавшей на тот момент Конституции. Но хитрость Бориса Николаевича заключалась в том, что реальный текст указа, не то, что он сказал из телевизионных экранов жителям страны, а реальный текст подписанного им указа был гораздо более мягким и практически Конституции не противоречил. Поэтому, когда у нас Конституционный суд Российской Федерации во главе с Валерием Дмитриевичем Зорькиным, проанализировав выступление Ельцина по телевизору, заявил, что оно абсолютно не конституционно, Ельцин просто выложил на стол вот тот самый текст указа, который носит характер закона, которым было все очень и очень умеренно. А значит, основания для того, чтобы Ельцина отрешить от должности, они просто растворились в воздухе. Собранный в Москве чрезвычайный 9 съезд народных депутатов попытается провести импичмент. Вот тогда граждане России услышали это замечательное американское слово импичмент, правда оно еще не звучало так громко. Говорили об отрешении от должности. Нет, конечно, в тот период уже иностранные слова активно входили в наш язык. Все знали, кто такие брокеры, кто такие ракетиры. Теперь узнают, что такое импичмент. Но вот постоянно этот термин будет муссироваться существенно позже. Ну а пока что Верховный Совет и съезд народных депутатов пытаются президента отрешить от должности. Если верить мемуарам соратников Бориса Николаевича Ельцина, скажем, начальника ельцинской охраны Коржакова, Ельцин, зная о готовящемся отстранении от должности, был готов уже в марте 1993 года проводить силовые акции, разгонять Верховный Совет и съезд народных депутатов и брать власть силой. Вообще надо сказать, что Борис Николаевич Ельцин во время этого конституционного кризиса очень четко показал две вещи. Что, во-первых, как бы он не выступал во времена перестройки за демократию, когда речь шла о его личной власти, про все всяческие демократические идеи он забывал и действовал как вполне конкретный диктатор. С другой стороны, Борис Николаевич Ельцин в этих событиях проявил себя отнюдь не так, как проявил Михаил Сергеевич Горбачев. Горбачев был мягкотел, слаб и решительных действий не предпринимал, а вот у Бориса Николаевича Ельцина, такого настоящего уральского мужика, были вполне себе стальные, так скажем, формы деятельности. И когда нужно было действовать жестко, решительно, в том числе и с пролитием крови, Ельцин совершенно перед этим не останавливался. Депутаты пытаются проголосовать за импичмент, за отставку президента, но голосов не хватает. Для того, чтобы отставить президента от власти, нужно было набрать 689 голосов делегатов съезда народных депутатов, две трети от числа зарегистрированных кандидатов. Проголосовало 617. Отставка Ельцина от решения его от должности не состоялась. После чего съезд, понимая, что убрать Ельцина через импичмент не удалось, назначает таки вот этот самый всероссийский референдум о отношении к президенту и к парламенту. Референдум должен был состояться 25 апреля 1993 года. На этот референдум было вынесено 4 вопроса. Первый. Доверяете ли вы президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину? Второй. Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации с 1992 года? Третий. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской Федерации? И, наконец, четвертый. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации? За тот срок, когда было объявлено о референдуме, до его начала команда Ельцина проводит очень мощную агитационную кампанию, которая сопровождается характерной для тех времен формулой. Да, да, нет, да. Именно так. Да, за доверие президенту, да, за одобрение социально-экономической политики, нет против досрочных выборов президента, да, за досрочные выборы народных депутатов, предлагалось голосовать сторонникам Ельцина. И вот эта фраза, да, да, нет, да, звучала с экранов телевизора, из выступлений политических и культурных деятелей, что характерно, пиар был достаточно мощный. Вообще можно сказать, что Борис Николаевич Ельцин, как сегодня говорят, в пиар весьма и весьма неплохо умел. Результаты референдума оказались достаточно своеобразными. По итогам референдума выяснилось, что 58,7% проголосовавших поддерживают Бориса Николаевича Ельцина. То есть по первому вопросу Ельцин получил преимущество. По второму вопросу о поддержке социально-экономической политики запроголосовало 53% россиян. Видимо, к началу 93-го года вся гибельность ельцинской экономической политики еще до людей не дошли, не дошла. И многие надеялись, что вот-вот скоро станет лучше. Тем более, что Борис Николаевич обещал, что скоро станет лучше. Но если не завтра, то по крайней мере послезавтра. То есть первые два вопроса, которые носили скорее такой морально-этический характер, Ельцин в общем-то выиграл. А вот третий и четвертый вопрос, тут был нюанс. Третий и четвертый вопрос, необходимы ли досрочные выборы президента и досрочные выборы парламента. Вот эти вопросы носили характер не только моральной оценки, но и юридической значимости. Поэтому здесь важно было получить не просто большинство голосов от числа тех, кто пришел на избирательные участки и проголосовал. По условиям проведения референдума, вот здесь нужно было получить большинство голосов от всего числа зарегистрированных избирателей. И вот здесь ни той, ни другой стороне одержать решительную победу не удалось. Нет, конечно, те, кто пришел проголосовать, а пришло проголосовать больше 60% избирателей. И здесь в третьем-четвертом вопросе поддержали Ельцина. 50,5% проголосовавших сказали, что выборы президента досрочные не нужны. Только 49,5% выступили за досрочные выборы президента, но здесь разрыв был буквально минимальный. 67% даже немножечко больше проголосовали за досрочные выборы депутатов. Но ни по третьему, ни по четвертому вопросу этого референдума от всего числа внесенных в списки избирателей половины набрать не удалось. Поэтому обе стороны заявили о своей победе, хотя, конечно, президентская команда трубила о том, что она выиграла в этом референдуме, гораздо-гораздо громче. Фактически мы можем указать, что Ельцин на референдуме в апреле 1993 года получил определенную существенную поддержку и подтверждение легитимности своей власти. На тот момент Ельцина еще все-таки поддерживала большинство граждан Российской Федерации. Но дальше события покатятся стремительно и рейтинг президента будет падать, падать и падать. Прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, необходимо отметить, что в этот момент на арене истории, что называется, снова появляются коммунисты. Мы с вами помним, что коммунистическая партия Советского Союза и коммунистическая партия РСФСР была указом президента от 6 ноября 1991 года запрещена. То есть коммунистическая партия запрещена, но впоследствии Конституционный суд признал полный распуск этой партии, этих партий, КПСС и КПРСФСР, незаконным. И фактически коммунистическая партия получила возможность восстановиться. И этим воспользовалась. В марте 1993 года проходит второй чрезвычайный съезд коммунистической партии РСФСР, который называют объединительно-восстановительным, потому что на основании решений Конституционного суда Российской Федерации была восстановлена коммунистическая партия РФ. КПРФ не только восстановилась, но и активнейшим образом включилась в политическую борьбу. И уже буквально через полтора месяца, в начале мая 1993 года, КПРФ проявит себя достаточно ярко. Противостояние между сторонниками Верховного Совета и президента, по традиции заведенное еще в перестройку, вываливается на улицы. Постоянно идут митинги. Общество продолжает быть ужасно политизированным. И в этих условиях митинг за митингом, демонстрации за демонстрацией. И это не могло не закончиться какими-то серьезными столкновениями. Уровень напряжения рос, уровень агрессии рос. Вспышка произошла 1 мая 1993 года. В Советском Союзе 1 мая, день международной солидарности трудящихся, был праздником, который всегда отмечался народными демонстрациями и шествиями. Теперь наши лидеры левых сил, активно включившиеся в политическую борьбу, тоже устраивают массовое шествие. Формируется большая колонна демонстрантов, которые возглавляют новый лидер коммунистов России, Геннадий Зюганов. Он до сих пор является руководителем КПРФ. Кроме того, к этой колонне присоединяется движение «Трудовая Россия». Такие еще более радикальные коммунисты, которых возглавляет Виктор Анпилов. В этой же колонне, что характерно, выступают и наши националисты, возглавляемые Сергеем Бабуриным, лидером Российского общенародного союза. Вообще, это была очень характерная черта событий 1992-1993 годов, когда против либералов Ельцина объединяются националисты и коммунисты. Это на самом деле дало возможность гельцинской пропаганде активно педалировать тему того, что коммунизм и фашизм это одно и то же. Даже возникло такое устойчивое выражение, своего рода мем того времени «красно-коричневая угроза». Дружба между националистами и социалистами активно использовалась для как раз очернения что тех, что других. Но, видимо, тогда вот этот вот союз между двумя, прямо скажем, совершенно противоположными силами был выгоден лидерам как националистов, так и коммунистов, и они выступают вместе. Так вот, 1 мая 1993 года огромная колонна народу, над которыми развиваются красные советские флаги и бело-желто-черные имперские флаги националистические, двигалась от Октябрьской площади в Москве, сейчас это Калужская площадь, по Ленинскому проспекту к Воробьевым горам, к зданию университета МГУ, где должен был состояться митинг. Однако, вот это шествие не было согласовано с тогдашним руководством Москвы, которую возглавлял Юрий Лужков, яростный сторонник Ельцина, яростный демократ, яростный нелюбитель коммунистов, поэтому неудивительно, что вот это вот шествие демонстрантов было остановлено. В районе площади Гагарина дорога оказалась переграждена грузовиками, перед которыми выстроились цепи ОМОНа, отряда милиции особого назначения, который был готов разгонять вот эту демонстрацию. Естественно, началась свалка. Среди тех, кто шел в колонии демонстрантов, было немало радикально настроенных товарищей, которые были вооружены древками, флагов, железной арматурой. В этой бойне толпа была через какое-то время рассеяна с применением пожарных брандспойтов и особой пикантности вот всем этим событиям добавляло то, что над всем этим побоищем развивался флаг с такой надписью «С праздником, дорогие россияне!». В результате вот этого побоища 1 мая 1993 года погиб один человек, пролилась кровь под автомобиль, попал ОМОНовец Владимир Толокнеев и скончался от полученных травм. Надо сказать, что вот эти выступления 1 мая 1993 года стали стартом к формированию еще одной радикальной политической силы в России. Сразу буквально после разгона вот этой демонстрации 1 мая 1993 года, после первомайского побоища, известный эпатажный писатель Эдуард Лимонов, известный публицист Александр Дугин и известный рок-музыкант Егор Летов создают движение «Национал-большевистская партия России» НБП. Сегодня НБП является запрещенной в России экстремистской организацией. Тогда она была вполне себе официально зарегистрирована, правда чуть позже, и чудесным образом умудрилась сочетать в себе идеи крайнего левого радикализма с идеями крайнего правого национализма. Фактически вот эта вот НБП, организация лимоновцев, очень и очень напоминала те партии, которые рвались к власти в Германии и в Италии в 20-30-е годы. И даже символика вот этой самой НБП очень напоминала символику нацистской Германии. Так или иначе, НБП будет, пожалуй, наиболее радикальной политической силой вот в этом красно-коричневом фланге, который тогда сформировался. Лето 1993 года проходит без особых эксцессов, хотя напряжение продолжает нарастать. Что-то должно было произойти осенью, и уже 1 сентября 1993 года Ельцин отстраняет от должности вице-президента Александра Руцкого. Надо сказать, что вообще-то таких полномочий отстранять вице-президента от власти по Конституции, действовавшей на тот момент, Ельцин, конечно, не имел. Но когда это кого останавливало? Есть такое высказывание, если нельзя, но очень хочется, то можно. Борис Николаевич Ельцин в этом смысле не стеснялся нарушить действующую Конституцию. Руцкой был отстранен с формулировкой в связи с проводимым расследованием. До этого либеральные средства массовой агитации и пропаганды раскрутили тему с случаями страшной коррупции, которую, дескать, организовал вице-президент. Были даже опубликованы какие-то документы, как впоследствии выяснилось, полностью сфальсифицированные, но тем не менее Руцкой был отстранен от власти. Он достаточно долго и последовательно критиковал курс Ельцина. Теперь его убирают. Естественно, Верховный Совет Российской Федерации на это отреагировал нервно. И заявил, что указ Ельцина не имеет юридической силы. И стало понятно, что конфликт может разрешиться только силовым путем. Как пишут мемуаристы, того времени, уже в сентябре, Ельцин активно готовит свой знаменитый указ о распуске съезда народных депутатов и Верховного Совета. Вот этот указ Ельцин обговаривает с силовыми министрами. В первую очередь с министром обороны Грачевым и министром внутренних дел Ериным. Получает их согласие. Он беседует с представителями спецслужб. Заручается их поддержкой. Заручается поддержкой правительства. Премьера Черномырдина. Заместителя премьера Гайдара. В общем указ 1400, указ о поэтапной конституционной реформе готовится загодя. Прозвучало все 21 сентября 1993 года. Именно в этот день, 21 сентября, президент России Ельцин объявляет свой указ номер 141400 о поэтапной конституционной реформе. В этом указе сказано, что Верховный Совет Российской Федерации, Съезд Народных Депутатов Российской Федерации, а также все советские органы всех уровней на всей территории Российской Федерации объявляются распущенными и вводится прямое президентское правление. Страна готовится к выборам нового парламента, который должен называться уже не Совет, какой-то там Совет, а Федеральное Собрание Российской Федерации. Совет Федерации и Государственная Дума. Даже вот от этой терминологии советская Ельцин, конечно, как последовательный антикоммунист, старается избавиться, но самое главное, он старается избавиться от своих политических противников. Но не тут-то вышло. Ельцин надеялся, что этот указ будет воспринят как указ законный. Его так, естественно, не восприняли, потому что он полностью и целиком нарушал Конституцию, которая действовала на тот момент. И Конституционный суд Российской Федерации во главе с Валерием Зорькиным объявил о неконституционности, а значит незаконности указа. Более того, сам факт объявления этого указа, противоречивающей Конституции, Ельцин, президент, не имел права распускать парламент, был основанием для того, чтобы отрешить президента от должности. В Конституции, в тех поправках, которые были туда внесены, так и было сказано в случае, если президент пытается распустить парламент, он немедленно отстраняется от своей должности. То есть парламент получил все законные карты в руки для того, чтобы Ельцина от должности отстранить. И, естественно, уже 21 сентября Верховный Совет Российской Федерации заявляет об отстранении президента как нарушившего Конституцию и о передаче всей власти вице-президенту Александру Владимировичу Рудскому. Опираясь на это решение Конституционного суда, парламент надеется победить. Но Ельцин уже готов к вооруженному противостоянию и у нас начинаются те события, которые получили название Черный Октябрь. Хотя начался Черный Октябрь еще в сентябре 1993 года. Основными противниками Ельцина были не только лидер Верховного Совета Руслан Амранович Хасбулатов и Александр Владимирович Рудской, вице-президент Российской Федерации. Силовое противостояние с президентом должны были обеспечить военные в первую очередь. На стороне Верховного Совета было немало военных, которые будут организовывать оборону вот этого Дома Советов, нынешнего здания Государственной Думы Российской Федерации, который тогда все просто называли Белый дом. Во главе вот этой вот пропарламентской военной партии стоял генерал Владислав Алексеевич Ачалов, который в свое время был одним из командующих воздушно-десантными войсками Советского Союза. На тот момент он возглавлял достаточно радикальное объединение депутатов отчизна, куда входили в основном отставные военные или действующие военные, которые придерживались левых взглядов. Вот именно Ачалова Верховный Совет назначает министром обороны Российской Федерации. Его заместителем был назначен еще один генерал Альберт Макашов. Альберт Макашов был членом Коммунистической партии Российской Федерации, сделал себе имя на событиях в Приднестровье, хотя прямо скажем действовал там не очень удачно, а еще многим симпатизировал своей крайней, так сказать, решительной манерой поведения и яростной нелюбовью к евреям. Макашов был отъявленным антисемитом, но был готов на решительные действия. Вот этого человека назначают заместителем Ачалова, заместителем министра обороны России. Правда, правильнее было бы сказать, министра обороны Верховного Совета. Серьезную роль в этих событиях сыграли еще две военизированные организации, одну из которых возглавлял Станислав Николаевич Терехов. Это был союз офицеров России. Люди, имеющие военную подготовку, объединились вокруг Терехова и были готовы с оружием в руках защищать Верховный Совет. Кроме того, на помощь Верховному Совету приходит еще одна ныне запрещенная в России организация. Российское народное единство. РНЕ. Лидером РНЕ был Александр Петрович Баркашов, человек на тот момент откровенно фашистских взглядов, и его организация РНЕ была организацией откровенно фашистской. Даже их символика напоминала ту самую свастику, такую, правда, стилизованную, и приветствия баркашовцев, разгуливавших в черной форме, были очень похожи на нацистские приветствия времен Третьего Рейха в Германии. Количество людей, которые Баркашов привел на помощь Верховному Совету, было не очень велико, около сотни человек, но они были готовы к решительным действиям. Более того, они создавали очень удобную картинку для многочисленных средств массовой информации, в том числе и зарубежных. Наши информационные агентства с удовольствием снимали вот этих вот фашистующих молодчиков Баркашова, и, естественно, весь Верховный Совет подавался именно в таком ключе, что власть захватили фашисты против демократического президента Ельцина, указ которого, на секундочку, был, в общем-то, государственным переворотом. Выступают кто? Фашисты, а рядом с ними кто? Коммунисты. Значит, коммунисты и фашисты, они одно и то же. Вообще, вот этот нарратив о приравнивании коммунизма и фашизма был очень популярен в эпоху перестройки и к началу 90-х годов никуда не делся. Теперь же баркашовцы активно подтверждают, что да, так и есть, коммунисты и фашисты — лепшие друзья. С учетом того, что никакой существенной роли в обороне Белого дома Баркашов и его молодчики не сыграли, и после штурма как-то очень лихо растворились, практически не понеся никаких потерь, а сам Баркашов даже не был арестован после того, как парламент был разогнан. Есть подозрение, что не случайно эти товарищи там появились. Сегодня некоторые мемуаристы, анализирующие события октября 1993 года, говорят о том, что заслание вот этих вот самых баркашовцев в Верховный Совет — это была сознательно устроенная провокация противниками Верховного Совета, а лидеры Верховного Совета оказались недальновидными и не разобрались, каких же казачков им тут заслали. Так или иначе, уже 22 сентября 1993 года Рудской официально объявляет о вступлении в обязанности президента России, отменяет указ Ельцина 1400, но никаких реальных последствий вот этих заявлений, как и многие другие заявления лидеров Верховного Совета, за собой не повлекли. Ельцин, опираясь на поддержку руководства Москвы, который возглавляет большой друг и товарищ Ельцин на тот момент, Юрий Михайлович Лужков, опираясь на поддержку силовых министерств, начинает блокаду Белого дома. Отрезаются линии телефонной связи, чуть позже будет отрезана подача электроэнергии, электроэнергии, остановятся насосы, остановятся канализации в этом самом Доме Советов, будет отрезана подача отопления в здание Верховного Совета, он будет отцеплен, правда, в первые дни противостояния отцепление еще пропускало в обе стороны какое-то количество людей. Блокада была не только физической, блокада была еще и информационной. Были закрыты все те телепередачи типа парламентского часа, которые велись от имени парламента на центральном телевидении, и наше телевидение на тот момент целиком и полностью выступает исключительно за Ельцина. Проводятся многочисленные телемарафоны, все выпуски новостные подаются в таком формате, что Ельцин защищает демократию, а Верховный Совет старается вернуть Россию в страшное репрессивное коммунистическое прошлое. Вокруг Белого Дома сторонники Верховного Совета начинают строить баррикады. Вспоминается опыт 1991 года первой обороны Белого Дома, которую тогда сам Ельцин возглавлял, и эти баррикады строятся в большом количестве, но мы помним, да, что Борис Николаевич Ельцин, это не Михаил Сергеевич Горбачев, а 23 сентября происходит первое серьезное столкновение и проливается первая серьезная кровь во время вот этих осенних событий 1993 года. Непонятно с какого пантауйку, достаточно многочисленная и вооруженная автоматическим оружием группа Союза офицеров Терехова предпринимает попытку захватить здание главного командования Объединенных Вооруженных Сил СНГ. В общем-то с военной точки зрения это здание большого интереса не представляло, но, серьезно кстати и не охранялось, но во время попытки взять это здание произошла перестрелка, в ходе которой было убито два человека. Один милиционер и одна пенсионерка, которая очень неудачно подошла к своему окну, посмотреть что же там происходит. Сегодня никто не может дать точного ответа на то, кто конкретно и почему распоряжению начал стрельбу у этого самого здания Объединенного командования СНГ. сам организатор вот этого набега Терехов говорит, что он распоряжения не давал и неизвестные люди открыли огонь по милицейскому патрулю. Но так или иначе пролившаяся кровь стала поводом для очень мощной компании информационной, которую развязали СМИ подконтрольные Ельцину. И дали, вот эта пролившаяся кровь дала Ельцину возможность основания для ужесточения мер против его противников. Конституционный кризис нарастает. До 3 октября 1993 года ведутся попытки переговоров, раздаются многочисленные заявления, примирить две враждующие стороны Ельцина и Хасбулатова президентскую команду и Верховный Совет и Съезд Народных Депутатов пытаются самые разные общественные силы. В качестве такого медиатора, посредника пытается выступить глава Русской Православной Церкви патриарх Алексий II. В его резиденции в Свято-Наниловом монастыре ведутся переговоры. Примирить враждующие стороны пытается и Совет Субъектов Российской Федерации, главы субъектов Российской Федерации пытаются выступить такими миротворцами, постоянно ведя переговоры то с Ельцинской командой, то с представителями Верховного Совета. С идеей нулевого варианта выступает глава Конституционного Суда Валерий Зорькин, который предлагает отменить все указы и распоряжения как президента, так и Верховного Совета, начиная с 21 сентября 1993 года и провести одновременные перевыборы и президента, и депутатов. Однако вот эти вот переговоры успехом не увенчались, в первую очередь потому, что ни та, ни другая сторона, в общем-то, примирения не желала. Ельцин и Хасбулатов настолько друг друга ненавидели, что даже не могли себя заставить вести прямые переговоры и вечно общались через каких-то третьих посторонних лиц. И обе стороны были настроены на силовое разрешение конфликта. Поэтому все попытки переговоров, примирения проваливаются. А в это время, в течение вот всех вот этих вот дней сентября, начала октября 1993 года, идут митинги, шествия и демонстрации. В первую очередь это, конечно, митинги сторонников Верховного Совета. И по распоряжению министра внутренних дел Ерина эти митинги разгоняются, причем разгоняются с нарастающей жестокостью. В Москву введены части особой дивизии внутренних войск имени Дзержинского, которые участвуют в разгонах митингов. Активно применяются различные спецсредства. В ответ сторонники Верховного Совета вооружаются то же, чем попало. Строят баррикады не только вокруг Верховного Совета, но и на улицах Москвы, перекрывая главные магистрали. Вокруг этих баррикад разворачиваются настоящие боевые действия. Причем не всегда милиции ОМОНу удается победить. Количество жертв постепенно, шаг за шагом нарастает. Кровавый пузырь готов прорваться. И он прорывается 3 сентября 1993 года. В этот день большая манифестация, большой митинг сторонников Верховного Совета, который перерастает в шествие. Шествие, которое направляется к блокированному зданию Верховного Совета и прорывает отцепление. Один за другим ряды отцепления. Вот это вот шествие сторонников Верховного Совета прорывает, захватывает немалые трофеи, среди которых была и военная техника, и оружие, и спецсредства. Именно в этот момент, в Москве 3 сентября, появляются неизвестные снайперы, которую начинает вести огонь. Сегодня, вот после того, как мы с вами видели, что происходит, например, в событиях на Арабском Востоке в 2011 году, что происходило в 2014 году на Украине, мы хорошо знаем, кто такие неизвестные снайперы. Это дестабилизирующий фактор любых подобных массовых беспорядков, который должен в первую очередь вызвать взаимное озлобление. Четко сказать, к кому, к какой стороне эти самые неизвестные снайперы в октябре 1993 года принадлежали, сказать сложно. Сторонники Верховного Совета обвиняют в этом команду Ельцина, говоря о том, что это были сотрудники российских спецслужб. Сторонники Ельцина говорят о том, что это были экстремисты и террористы из числа сторонников Верховного Совета, особенно тех, кто прошел горячие точки на Горный Карабах, Приднестровье, а таких среди защитников Верховного Совета было немало. Есть мнение о том, что вот эти неизвестные снайперы, это были агенты иностранных спецслужб, задачей которых было дестабилизировать ситуацию в России. Но тем не менее, снайперы начинают стрелять, сначала по милиции, потом по протестующим, и ситуация обостряется. Протестующие, прорвав линию отцепления, выходят к зданию московской мэрии и захватывают это здание. Протестующие прорывают отцепление у Белого дома, выходят к Белому дому, и это дает надежду лидерам Верховного Совета на успешное разрешение событий. Большая группа вооруженных людей под командованием генерала Альберта Макашова на автомобилях направляется в сторону телецентра Останкино. С какой целью? Захватить его, чтобы взять под контроль телерадиовещание, или потребовать предоставить им эфир, не захватывая ничего? Сегодня тоже разные стороны говорят по-разному, но так или иначе, немалое количество народу, журналистов, зевак, протестующих, вооруженных экстремистов из числа сторонников Верховного Совета стягиваются к телецентру Останкино. Туда же стягиваются и силы ОМОНа, силы спецназа, в том числе и специальное подразделение Вымпел. Телецентр берется под охрану, сторонники Верховного Совета пытаются его штурмовать, машиной вышибают двери в телецентр, и в этот момент внутри здания телецентра раздается взрыв. Почему так произошло, не очень понятно. Одни говорят, что это был выстрел из гранатомета, захваченного сторонниками Верховного Совета, и действительно, на фотокадрах той поры можно увидеть людей с гранатометом. Другие говорят, что взрыв произошел внутри здания, и штурмующие Останкина сторонники Верховного Совета к этому взрыву не имеют никакого отношения. Комиссия Государственной Думы, которая впоследствии будет расследовать все эти события, так и не придет к единой точке зрения, и причины вот этого взрыва станут непонятны, но в результате этого взрыва погиб один из бойцов отряда Вымпел, и члены этого отряда Вымпел открывают огонь по штурмующим Останкино протестующим. Открывается огонь, ведется стрельба, большое количество жертв, в том числе и журналисты, в том числе и иностранные журналисты. Вокруг Останкино во время вот этой перестрелки 46 убитых, часть из которых были просто зеваками. События у телецентра Останкино и захват московской мэрии вызвали яростную реакцию со стороны сторонников Ельцина. Егор Тимурович Гайдар, один из членов правительства Черномырдина, призывает по телевидению всех сторонников Ельцина выходить на улицу, создавать вооруженные отряды, требует их вооружить и их вооружают. Создаются отряды добровольной народной дружины, которые направляются, скажем, в редакции позиционных к Ельцину средств массовой информации, таких, например, как газета «День». Эти редакции захватываются, громятся. Вокруг здания московской мэрии, освобожденной полицией, точнее милицией, тогда еще, скапливается большое количество сторонников Ельцина и ситуация грозит перерасти в абсолютный хаос. В этих условиях Ельцин принимает решение о вводе войск и штурме Белого дома. Ранним утром 4 октября 1993 года в Москву входит бронетехника Кантемировской и Таманской дивизий и направляется к Белому дому. Направляется с боями. В Москве с самого утра 4 октября 1993 года стрельба в штурме Белого дома принимают участие 1700 военнослужащих и милиционеров, 10 танков, 90 БТРов, 20 боевых машин пехоты, свыше 60 боевых машин десанта. Все это весь мир, не только Россия, но и весь мир видит в прямой трансляции. Журналисты канала CNN ведут прямую трансляцию. На мост через Москву-реку неподалеку от Белого дома выезжают танки и прямой наводкой ведут огонь по Белому дому. Здание Белого дома горит, фугасные снаряды, выпущенные из танков, вызывают пожар. В Белом доме немалое количество жертв. К вечеру бойцы спецназа Альфа, бойцы спецназа Вымпел, бойцы подразделения ОМОН, бойцы внутренних войск вынуждают защитников Верховного совета сдаться. Они сдаются один за другим. Большинство лидеров выводятся из здания Белого дома, здания Дома советов, естественно, арестовываются, из Дома советов выносят немалое количество жертв. Причем, что интересно, жертвы были не только среди защитников Белого дома или Зевак, потому что 4 октября в Москве эти самые снайперы разгулялись с особой силой. Немалое количество жертв было и среди военнослужащих, и причем эти жертвы в основном были связаны с той неразберихой, которая сопровождала штурм Белого дома. Выдвигавшиеся к Белому дому отряды бронетехники зачастую не знали, кто их союзник, а кто враг, и открывали огонь друг по другу, и этот огонь, так называемый friendly fire, приводил к немалому количеству жертв среди сторонников Ельцина. Так или иначе, Белый дом разгромлен. Очень любопытную роль в этих событиях сыграла наша демократическая интеллигенция. Мы привыкли к тому, что наши деятели культуры это люди, которые считают, что все счастье мира не стоит слезинки, пролитой одним ребенком, и что нет ничего хуже, чем кровопролитие. Они про это рассказывают жителям России на протяжении долгого периода, особенно в перестройку. Сейчас же мы слышим несколько другое. Как только возникла возможность, так сказать, даже призрачная, пускай, возможность реставрации советской власти, большая часть нашей демократической интеллигенции совершенно забыла про то, что они демократы. Прямо во время событий 3-4 октября на многочисленных телеэфирах наши представители интеллигенции, творческой интеллигенции, актеры, музыканты, писатели обращаются с призывом к Ельцину задавить гадину. Тут особенно, конечно, себя проявила наша известная актриса Лия Ахиджакова, которая в прямом эфире совершенно, что называется, на голубом глазу говорила следующее. Что это за проклятая конституция? Где наша армия? Почему она нас не защищает от этой проклятой конституции? Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты. То есть идеи законности, демократии, приверженности правовым нормам в пиковой ситуации были всеми забыты и идут прямые призывы. На следующий день после событий 4 октября в газете «Известия» было опубликовано так называемое письмо 42 представителя нашей интеллигенции, среди которых такие известные люди, как Дмитрий Лихачев, академик, поэт Булата Куджава, писатели Василь Быков, Даниил Гранин, Анатолий Приставкин, Моретта Чудакова, Лев Разгон. Вот эти вот люди обращаются к Ельцину с требованием запрета всех коммунистических организаций, разгона всех СМИ и жестких мер по отношению к противникам президентской власти. Скажем, тот же поэт Булата Куджава, когда узнал о кровавых событиях во время штурма Белого дома, отнесся к ним очень своеобразно. Потом в одном из интервью он скажет, я наслаждался этим, я терпеть не мог этих людей и даже в таком положении никакой жалости у меня к ним не было. В общем, про слезинку ребенка забыли, тем более, что вместо слезинки ребенка потекли реки крови и это лишнее свидетельство того, что рассуждения про свободу и демократию для очень многих тех, кто называет себя либералами и демократами являются только ширмой для того, чтобы получить собственную власть, которую ни с кем делиться не хотят. В общем, не демократами и не либералами оказались наши демократы и либералы эпохи перестройки. Результаты событий октября 1993 года были трагичными. По официальной версии погибло 158 человек, из которых 130 гражданских лиц и 28 сотрудников милиции и военнослужащих. Неофициальная версия называет цифры на порядок больше. Ранено было 423 человека, Верховный Совет России распущен, Съезд народных депутатов распущен, лидеры их арестованы, все советские органы, все советы любого уровня на территории Российской Федерации распущены. Те главы государственных органов, которые не поддержали Ельцина, ну скажем, глава Конституционного Суда Валерий Зорькин, лидеры, губернаторы некоторых регионов, скажем, Амурской, Тамбовской или Челябинской областей были сняты со своих постов. Власть Ельцина безусловно укрепилась и вскоре после разгона Верховного Совета Ельцин примет ту конституцию, которая сделает Россию президентской республикой, сильной президентской властью. Что любопытно, арестованные лидеры сопротивления, лидеры Верховного Совета, Рудской, Хасбулатов и прочее, уже в 1994 году будут амнистированы и отпущены на свободу и многие из них еще продолжат свою политическую карьеру, скажем, тот же Александр Владимирович Рудской еще побудет даже какое-то время главой, если я не ошибаюсь, Курской области. Но пока что Ельцин победил. Как же оценивать события Черного Октября 1993 года? Либеральная точка зрения оценивает эти события как подавление красно-коричневого коммунистического фашистского мятежа, который угрожал свободе и демократии в России. И эту точку зрения поддержали многие лидеры западных стран в тот момент. Этой точки зрения до сих пор придерживаются те, кто называет себя либералами и демократами. Другая версия говорит о том, что это был государственный антиконституционный переворот, который устроил ради сохранения личной власти президент России Ельцин Борис Николаевич. И по формальным признакам действительно указ 1400 и другие указы Ельцина с конституцией, которая действовала в тот момент, не соотносилась вообще никак. Но что это за конституция такая, если она мешает нам брать власть? Есть и те, кто говорит о том, что события октября 93-го года это бессмысленное и беспощадное противостояние двух ветвей власти, которая определялась в первую очередь личными амбициями их лидеров. Ну и наконец четвертая версия, четвертая оценка событий октября 93-го года считает, что в октябре 93-го года завершился в России антикоммунистический переворот, начавшийся еще в эпоху перестройки. В России завершена была буржуазная контрреволюция, которая началась в конце 80-х, в начале 90-х, продолжилась в августе 1991-го года и нашла свое логическое завершение в событиях октября 1993-го года. После этого контрреволюция победила и в России наступает эпоха буржуазной реакции, восстановления капитализма и мне вот эта четвертая точка зрения кажется наиболее осмысленной. А дальше после вот этих событий октября 1993-го года надо было принимать Конституцию, надо было выбирать Государственную Думу и политическая жизнь продолжилась. И там тоже было немало интересного. И об этом интересном мы с вами поговорим во второй части лекции. Продолжение следует...